Привет, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно, ваша сцеленная? Сегодня мы с вами отправляемся в Сибирский федеральный университет. Прямо на автобусе вот так вот мы мчим, видим виды красивые, прям элегантненько все выглядит. Вот вы только посмотрите, полицезрите на эту красоту. Вот так вот это все выглядит внутри. Это библиотека конкретно, где у нас будет проходить как раз-таки наша сессия, в плане рабочая сессия, в которой мы будем что-либо делать, работать на наших компьютерах. Да, и после чего, после посещения библиотеки, мы решили прогуляться, посмотреть, как все происходит. Нам показали экскурсию в этот элегантный зал. Вы только посмотрите, вот это ж коридоры, они такие здоровые, такие просторные. Тут экскурсию нам ведут, конкретно что это за холл, что это за переход был, что это вот этот за корпус. Вон там вот мы видим, что это, а, это строение плюс сопочка, сопка, видите, вон там вот находится. И, кстати, знаете, что интересно я узнал, что в этом университете у них не пары, не уроки, а ленты. То есть, так называется определенная продолжительность учебного времени, когда они что-либо делают, там, практические задания, лекционные и так далее, семинарчики, да. Кстати, по поводу семинаров, вот тут вот у них проходят они самые, да, вот так вот все выглядит, плюс некоторая оранжерейка, ботанические садики, плюс лекционные, вон, можете спокойно это увидеть, различные местечки, красиво, шикарно, я так могу сказать. Дальше, это у нас спутник 1, да, и дальше мы видим себя. Дальше, 16.21 по красноярскому времени, через 20 минут мы отъезжаем и едем на церемонию открытий Дельфийских игр. Это будет интересно, мне так кажется, потому что сегодня мы были уже в СПУ, это Сибирский федеральный университет, посмотрели там красивые виды, серьезно. Некоторые даже московские университеты не могут похвастать, так скажем, такой обширностью и простором, который там царит. Но это не в обиду, естественно, всем московским университетам, просто я заметил, что там так красиво, серьезно, вот такой прям университет университетов. То есть, если даже побыть в МГУ, в некоторых корпусах МГУ не настолько прям, прям все сочно. Просто новый университет, какого года он, 2006 получается, 2006 года университет и прям все в новиночку здесь находится. Тут же мы, да, мы, господа, видим, практически, я не знаю, это главная площадь или не главная, тут памятник Павлу Федирко, если я не ошибаюсь. Я первоначально вчера думал, что это Ленин, что это Ленин тут находится, но на самом деле это Федирко, это определенный деятель Краснодарского края, либо Краснодарского, Красноярского края, либо самого Красноярска, в общем, связанное с КПСС, конкретно с партиями. Следовательно, друзья, мы гуляем сегодня с вами, смотрим на красоты. Как я вчера заметил, что Красноярск, он по оттенкам очень сильно такой желтовато-зелененький. То есть я смотрел вокруг, так, приглядывал, сюда действительно желто-зеленые оттенки. Возможно, это связано с весной, но почему-то в Москве такого я не замечал. И также я поговорил с человеком из Новосибирска. В Новосибирске там больше преобладает серых тонов. Здесь же вот такие вот. Но прикольненько. Да, что еще вам поведать? Сегодня мы покушали, позавтракали, плюс победли, еще поужинаем. Да, и плюс... А, вот, важная вещь. Мы посмотрели рабочие места, где мы завтра будем. Завтра у нас первый этап конкурса. Необходимо будет писать пресс-релиз по данным, которые нам предоставит вероятность Всероссийский центр исследования общественного мнения, в ЦИОМ конкретно, в ВЦИОМ. И мы будем делать это на компуктерах, либо на своих, либо же на тех, что нам предоставят. Нам предоставят компьютеры. То есть сегодня мы смотрели, как они выглядят, что там работает, что не работает. Ну, все, все работает, в принципе. Да, и после завтра уже мы будем выступать с определенными докладниками, которые мы подготовим с презентациями. Да, вот так все происходит. Желаю вам хорошего настроения. Вероятнее всего, в этом видеоролике я еще покажу пару кадриков, возможно, что вечером у нас было конкретно на церемонии открытия. Потому что по нашему времени, вот в Красноярске, по нашему, сейчас, то есть 16.20, по московскому сейчас 12.20, то есть утро. Я думал сегодня утром маме написать по поводу того, что, ну, мама там задавала вчера мне вопросить по поводу холода, не холода, но здесь все нормально, кстати. И я сегодня думал ответить, мы садимся в автобус и уже 8 часов утра, я такой, о, 8 часов, в принципе, можно ответить. Я такой думаю, так, 8 часов утра, это 4 часа сейчас в Москве, поэтому, ладно, чуточку попозже отвечу. Собственно, вот так все происходит, друзья. И пройдет это все, возможно, там, а возможно, где-то еще. У нас всего две арены, которые мы посещаем. Арена Кристалл и арена... И арена еще какая-то. И еще какая-то, да. Вероятнее всего, это не Кристалл, а какая-то еще. И на Кристалл еще. Или это Кристалл. В общем, две арены мы посещаем. Также проезжали какой-то оперный театр. Плюс мост с граффити. Я, кстати, заметил, что некоторые зрители писали, что, о, я из Красноярска, о, я из Красноярска. Это, наверное, лево или право бережье, где мы находимся сейчас. О, привет тем, кто здесь земляк на этом, в этом городе. Приятно познакомиться. И желаю вам хорошего продолжения дня. До свидания. Это мой край, синие реки, там, где царя, из Кристалярска. Это мой край, сердце моё на веки, ты моя земля.